Сразу два документальных фильма с одинаковым названием, но у одного в конце знак вопроса. Фильмы Юлии Мурзабулатовой и Александра Лобыкина «Царь Фёдор Иоаннович, основатель Тюмени» оказались в центре внимания программы «Онлайн-студия», которая прошла в прямом эфире телеканала «Россия-24» на сайте телекомпании в эфире «Радио России». На какие вопросы они смогли найти ответы, расскажем далее. Найти ответы на вопрос, кто же всё-таки основал Тюмень, пытались и гости «Онлайн-студии» вместе с её ведущим Анатолием Амельчуком. Мы в регион Тюмень, готовясь к дню рождения нашего любимого города, провели внутренний творческий кастинг на лучшую сценарную заявку от царя Фёдора Иоанновича, основателя Тюмени. На внутренний кастинг поступило две заявки, и мы решили, что каждая заявка достойна такого телевизионного, экранного воплощения. Кому обязан наш город своим рождением? Сукин, Мясной или тот, кто поставил перед ними грандиозную задачу? Большое спасибо хотел бы сказать о регион Тюмень, что они чтят и помнят историю и оставляют след благодаря таким замечательным фильмам. Для меня эти фильмы, конечно, я воспринимаю, как произведение искусства. Относиться к этим фильмам не просто как действительно информативным, как научно-популярным, как поиску истинных, но как произведению искусства, графического искусства, режиссёрского, операторского, и вообще всего комплекса средств, которые использовали в этих фильмах режиссёры. Главные герои студии – авторы документальных фильмов Юлия Мурзабулатова, Александр Лобыкин и режиссёры Константин Аверин и Вера Фёдорова. Обе творческие команды не новички в документалистике, но подготовительной работе уделили немало времени. Действительно, объём работы огромный, и тем более всё это со временем вывозилось за границу. Что-то было утеряно при пожарах в Москве многочисленных. Поэтому, конечно, в этом смысле источниковая база, то, о чём говорилось, она действительно, ну, скажем так, очень скудная, но при этом достаточно интересна была. Мнения авторов разделились. В центре внимания Юлия Мурзабулатовой – царь Фёдор Иоаннович собственной персоной. А вот Александр Лобыкин ставит во главу другую личность – Бориса Годунова. Разные взгляды на эпоху позволили создать два, хоть и одноимённых, но очень разных фильма. Вот история такая вещь, что всё, что ты хочешь, ты можешь туда внедрить, и об этом потом будут рассказывать, писать книги и учить этому детей. Вот серьёзно. Особенно то время, о котором мы ничего не знаем. Историки говорят, да, вот с этого времени, с момента правления Ивана Грозного, более-менее всё ясно, до этого вообще тёмный лес. Но я думаю, даже прошлый век – это тёмный лес. ГТРК «Регион Тюмень» – инициатор многих масштабных проектов. В студии заложили основу для ещё одного. Анатолий Мельчук предложил увековечить первооснователей Тюмени. Когда этот памятник будет, а если такой общественный резонанс уже есть, то я думаю, он будет. То есть, если будет, то у нас и молодёжь, и жители будут знать уже нашу историю, и будет всем интересно смотреть такие фильмы, изучать. Идея получила большую поддержку, возможно, вскоре эта задумка перерастёт в реальные силуэты. Наталья Малышенко, Максим Марченко, Новости культуры.